всем добрый день всем мира и добра меня зовут валерия сегодня мы с вами будем заниматься домашней косметологии сегодня подскажу рецепт домашней маски причем маска у нас универсальна на самом деле эту же маску вы можете использовать для омоложения кожи лица и она очень хорошо подтягивает и увлажняет и питает нашу кожу особенно зрелую сухую и дряблую помогать соответственно бороться с морщинами с другой стороны это же маска великолепно ухаживать за нашими волосами и она особенно хороша для тех у кого сухие волосы маска питает волосяные фолликулы и маска питает наши волосы по всей длине и для приготовления нашей маски нам понадобится куриный желток нам понадобится масло жажоба и нам понадобится два вида эфирных масел масло лаванды и масло ладан нам нужен ладан на самом деле масло вы можете использовать или то или то но я буду использовать два вида этих масел и так что мы с вами делаем берем отделяем куриный желток и к нему добавляем одну столовую ложку масла жажоба почему я беру именно это масло почему в таком объеме потому что я буду использовать для ухода за волосами вот если мы с вами делаем такой объем для кожи нашего лица то можно наносить и на лицо и на зону шеи и декольте и даже на кожу рук а можно кстати одновременно и на лицо и на кожу головы а потом остатки распределить по всей длине на наши волосы взбиваем тщательно наш куриный желток и масло жажоба и теперь сюда мы с вами добавляем эфирные масла эфирные масла мы с вами добавляем пропорции из расчета что у нас две столовые ложки но одна как бы столовая ложка то собственно говоря куриный желток и 2 столовая ложка масла жажоба я буду добавлять по три капли этого вполне достаточно масло лаванды великолепно заживляет нашу кожу ухаживает за ней и масло лаванды еще чем хорошо для зрелой кожи то что она стимулирует синтез коллагена и так три капли и 3 есть и добавляю ладан ладан можно использовать в чистом виде ладан тоже очень хорошо ухаживает за кожей и тоже великолепно омолаживает и кстати стимулирует рост волос 3 все этого вполне достаточно тщательно перемешиваем и наша маска готова можем наносить ее смотрите на кожу лица у нее кстати мощный лифтинг эффект поэтому если вы наносите на кожу лица то распределяем соответственно на предварительно очищенную кожу лица зоны шеи и декольте руки можно и желательно эту маску вылежать вылеживаем ее от 15 до 30 минут для чего вылеживаем для того чтобы у нас был хороший правильный лифтинг эффект если же мы с вами наносим на волосы то сначала на кожу головы втираем и оставшуюся смесь по длине волос еще раз повторю в принципе этого количества вполне достаточно для того чтобы нанести кисточкой 12 слоя на кожу лица зоны шеи и декольте а остатки распределить по коже головы для того чтобы простимулировать волосяные фолликулы подпитать их ну как следствие усилить и ускорить рост волос и побороться с сухостью то есть даже если вам этого количества вас длинные волосы не хватает распределить по всей длине главное именно на кожу головы так что ну а теперь минутка благодарность я хочу поблагодарить вас мои дорогие зрители за ваши донаты за ваше спонсорство на моем канале за ваше супер спасибо я напомню что последний год все эти деньги идут на помощь харьковчанам которые пострадали во время боевых действий которые остались без жилья которые получили ранения также мы поддерживаем стариков мы поддерживаем тех пенсионеров которые являются опекунами своих малолетних внуков ну и по возможности мы помогаем животным поэтому спасибо вам большое за поддержку харьковчан через мой канал ну и напомню что ваши донаты вы можете ставить любым удобным для вас способом по ссылкам которые есть в описании под любым видео еще раз огромнейшая вам благодарность от меня так что берите к сведению вот такой рецепт простой потрясающий но очень эффективные маски делайте и преображаетесь будьте здоровы